Добро пожаловать ко мне на кухню И сегодня я решила испечь что-то очень вкусное Рецепт наших всех республик По-моему, вот именно это блюдо пользовалось во всех республиках бывшего Советского Союза Я сейчас не буду перечислять все названия, потому что я точно не знаю Но знаю, что у нас в Армении говорили пончики Российские немцы называли это крэблями В Казахстане называли баурсаками В России это называлось пышками Ну и так далее Я сейчас не буду точно перечислять все названия Пускай каждый из вас называет как хочет Сумма от переменных мест слагаемых не изменяется Все равно одно и то же остается Итак, давайте перейдем Я вам покажу, что нам для этого понадобится И начнем Для теста нам понадобится 1 килограмм муки 450 грамм теплой воды 250 грамм молока 80 грамм подсолнечного масла 2 столовые ложки сахара 25 грамм дрожжей свежих И 1 столовая ложка соли Итак, забрасываю дрожжи сразу в воду Добавляю сахар Размешиваю их Туда же вливаю молоко Мой коктейль готов Муку всыпаю в чашу миксера Миксер говорю Тестомеса Сюда же отправляю соль И все Отправляем И все Заливаем эту массу Ну и теперь включаем Первые 2 минуты На очень медленном А последующие 7 минут На более средней мощности Сейчас она соберется Все в кучку И уже будем работать дальше Приготовлю сразу Шашу Смажу ее Теперь добавляем масло Теперь я эту прелесть Немножко подомну Немножко оттяну Она очень такая Жиденькая Вот это тесто Как раз Такое тесто Которое нужно для Креблей Кребли можно делать И на обыкновенном Сметанном тесте Я имею ввиду Сейчас бездрожжевое Тесто Если вы возьмете Просто йогурт Муку Или сметану Яйца Тоже пойдет Но я сегодня хочу Вот такое Вот тесто Очень пышное Чтобы оно у меня было Необыкновенно Пушистым Знаете Вот такая красота Получилась Все Чуть-чуть подмаслю Эту красоту И уже Отправлю На расторечку Все Отправляем В духовой шкаф Ставлю на функцию Расстойки У меня есть Специальная функция Для расстойки Теста На 25 градусов Ждем Прошел уже час Тесто мое Подошло Достаем Посмотрите Какая прелесть Вы только посмотрите На эту красоту Обалдеть Просто Обалдеть Оно все Такое Рыхлое Вы себе Не представляете Продолжение следует Продолжение следует Просто вдвое Я представляю Какие шикарные Кребли Липышки Пончики Из этой красоты Выйдут Это вообще Сказка Так Масло я уже Поставила свое Для жарки Теперь переходим К тесту Начнем Формировать Креблики Так Высыпаю Свою красоту Креблики Добавляем Креблики Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok Такие надрезы посерединочке Перекидываем Очень быстро и очень легко И очень вкусно Но и очень не полезно Очень не полезно Это вообще все, что кипит в масле Это не полезная еда Я это знаю Мои дорогие Прекрасно Но иногда можно себя побаловать Иногда можно баловать Достаем Они такие пышные Прямо я не могу Пышущие Пышущие И потом будем чай пить со сгущенкой Ох Обожаю это со сгущенкой Ну и таким образом Я сейчас все быстро нажарю И потом снова Покажу вам Как уже выглядит В готовом виде Сгущеночка Я прямо как в сказке Смотрите какая прелесть А вы любите сгущенку Девочки и мальчики Я думаю что ни один Никто из вас не скажет Нет мы не любим Я помню Мы маленькие были с братом Мы сгущенку тайно от мамы Высасывали Помните да Почему то все мамы Прятали сгущенку Вообще ужас какой то было У нас было тяжелое детство Нам конфеты По талонам выдавали Сгущенку тоже Вернее почему то Вся сгущенка Держалась для тортов Так не давали ее Нам перепадало с братом Пока мы не поумнели И не стали делать дырки В этих баночках И высасывали Один раз я помню Папа мой привез Не знаю где это Какой год был Господи Начало 80-х Вот такая трехлитровая банка Трехлитровая банка сгущенки Какая радость была Вы себе не представляете Потому что Маме пришлось ее открыть И прилить все по банкам Вот тогда мы наслаждались А то мы уже думали Как ее пробить Это ж сколько надо сгущенки выпить Чтобы не ругались потом Все Самый смак Туда я наливаю всегда чай Размешиваю Чай с такой шикарный Чай с молоком Оставлю Все Сгущенка моя готова Кребли Пышки Пончики Не знаю как хотите Называйте Тоже готовы Они такие бесподобные Такие нежные Прям такие Вуф Аж не знаю как назвать Клим Идем Ты можешь пробовать Сейчас муж придет Он уже столько съел Была Была гора Он Пока я жарила Он раз 150 Пришел Ел 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 Без конца Изабель моя Такое не очень любит Она не очень любит Все то что жарится В масле Почитает Она любит Больше печеные Но вот такую вот Красоту Со сгущенкой Одну две штучки Она точно съест Ну я тоже Вот такая прелесть У меня сегодня получилась Пончики Кребли Баурсаки Пампушки Называйте как хотите Они правда не сладкие Я их делаю не сладкими Потому что у меня муж их любит Любит больше с хреновиной По-моему называется Да Это хрен с помидорами Вы знаете Это такой соус специальный Вот он предпочитает с этим А я их обожаю Со сгущенкой Вот Ну и мы еще Я еще сделала парочку С сахарной пудрой Это у нас любительный Сабель Такого дела В нашей семье Каждый ест как хочет Здравствуйте Итак мои дорогие Вот такую вот красоту Я вам сегодня предлагаю Очень надеюсь Что вам понравилось И вы тоже конечно же сделаете Хотя я думаю Вы все делаете Такие пышки Это не новость И не Америка Никому ничего нового Не открыла Просто муж сказал Поставь Люди такое любят А я как очень послушная жена Поставь Ну а я как очень послушная жена Видите ставлю Такое видео тоже Просто я заметила Что наши люди Очень любят Такие вот простые Сдобные рецепты Все На этом дорогие мои Я буду с вами прощаться Хочу пожелать вам Всего самого наилучшего Оставайтесь все в добром здравии Не болейте Не ругайтесь Любите друг друга Будьте человечны И толерантны И спасибо вам огромное За вашу поддержку За ваши пожелания И за вашу доброту Я вас обожаю Дианульки мои Обожаю Все А мы пошли печать Нам приятного аппетита Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...